Девочки, всем привет! Всем добрый вечер! Лидеры, коллеги, партнеры, всем слышно? Всем слышно, видно меня? Оцените, пожалуйста, по пятибальной шкале. Как у нас все понемногу собираются? Привет, родные мои! Привет! Как вы? Как у вас настроение? Как у вас каталог? Ребят, у нас уже до конца каталога осталось буквально 8 дней. Как у вас закрытие каталога? Как у вас... Ну, конечно, кто бы сомневался? Я знаю, что у вас все классно. В проекте «Империя роста» по-другому никак. Так хочу представиться. Меня зовут Шавлухова Хадижат, я в квалификации с Сафирова директора. Дорогие мои лидеры, хочу вас всех поприветствовать. Новички, хочу вас всех поприветствовать. У нас есть здесь новички? Новички, отпишитесь. Спасибо. Есть у нас здесь вебинарки новички? Зайдут. Всех новичков приветствую! Я хочу вам, новички, пожелать хорошего, быстрого старта. Хочу вам сказать, что вы находитесь в нашем проекте. Наш проект «Империя роста». Наш проект – один из самых сильных проектов России. И хочу сказать, с вами работают самые сильные, успешные спикеры. Дают вам все, абсолютно все, ничего от вас не скрывая. Даем мы вам все по максимуму. Никаких секретов от вас нет. Мы с вами делимся своим опытом. Кто-то пятилетним опытом, кто-то десятилетним опытом, кто-то пятнадцатилетним опытом. С вами говорят топ-лидеры, обучают вас, дают вам знания. Вы это чувствуете? Конечно. Спасибо, родные мои. Так, тогда мы с вами начнем. Кстати, тема у нас сегодняшнего вебинара, она очень интересная. Нужная, необходимая нам с вами. Это будут у нас бонусы, выплаты, начисления в компании «Арифлейм». Я знаю, что эта тема, она очень необходима. Я знаю, что эта тема нужна. Я знаю, что у вас очень много вопросов бывает. Я не знаю, как у других. У меня в группе бывает очень-очень много вопросов. Я знаю, что у вас будут по этой теме вопросы. Я готова отвечать вам на эти вопросы. Вы знаете, что буквально недавно у нас проходила директорская встреча. Она проходила в Грозном. И это было просто классно. Это было, знаете, как всегда на высоком уровне собирались самые сильные лидеры. Ингушетия, Чечня, потом также Дагестан. Самые сильные лидеры собрались. Каждый делился своими результатами, своим успехом, секретами. Обо всем мы рассказывали. Но вы знаете, чтобы попасть в директорскую встречу, круг директоров, вам нужно быть, вам нужно открыть уровень директора. Так, давайте немножечко поговорим. Бонусы компании Арифлейм. Это стабильно и пассивно стабильно растущий доход. Я когда приглашаю, я приглашаю всегда на стабильно растущий доход. Ребята, вы знаете, что госработа – это нестабильно. Вы знаете, что, допустим, любая другая работа, то, что мы начинаем или делаем, это не всегда стабильно. И хочу сказать вам, в нашем бизнесе очень важна мотивация. Очень важна мотивация. И когда к вам человек приходит, мы с чего с вами начинаем, да? Мы с вами начинаем выявлять им на потребности человека. Мы с вами начинаем говорить с человеком, беседовать с человеком. Чем ты занимаешься, чем ты дышишь, какой уровень жизни у тебя, есть ли у тебя семья, есть ли у тебя дети. И уже, естественно, говорим с человеком, начинаем человека располагать к себе. И тут же вы должны этого человека мотивировать. Сила мотивации, какой старт вы дадите человеку, почему мы говорим «успешный старт». Каким стартом он у вас и пойдет, ребята? Вы знаете, что у нас в компании идут прямые продажи. У нас с вами нет посредников. У нас есть заводы. У нас есть мы с вами как потребители компании, да? И мы, между нами нет никаких посредников. Так как я была в традиционном бизнесе, и я знаю, что к нам через определенные руки доходят, именно до нас продукт доходит через определенные руки, да? У нас очень много-много посредников, каждый из которых накидывает свой процент. И, естественно, что мы переплачиваем. Переплачиваем больше за что? За бренд переплачиваем. Мы переплачиваем именно за то, что кто-то из посредников И получается, извиняюсь, ребята, что через определенные руки до нас доходит. В традиционном бизнесе обычно происходит таким образом. У нас с вами прямые продажи, у нас с вами немедленная прибыль, у нас с вами хорошие скидки. Скидки каждый из вас знает какие, правда? Кто знает, какие скидки у нас? 23%, 32%, и далее 50% скидки, да? Естественно, у нас в компании есть акции хорошие, да? Ой, девочки, какие там будут сейчас акции? Эти акции немного сбивают, я поэтому не люблю особо на эти акции как-то реагировать. И да, ну вот хочу сказать вам, что наши люди очень любят акции, и им очень-очень они нравятся. И также, конечно, у нас финансовые вознаграждения, очень выплаты, бонусы, начисления. Каждый из вас, если у нас здесь есть новички, ребята, изучайте, пожалуйста, маркетинг-план компании. Вы должны знать, что, кстати, еще один момент, то, что хочу сказать, я далее об этом еще скажу. У нас турборост. Кстати, этот каталог, каталог номер 3, последний для того, чтобы вы успели взять и войти именно в турборост. В турборосте вы знаете, что 31 500 рублей, да? 31 500 рублей – это премия дополнительная, то, что вы получаете. Поэтому, ребята, не теряйте эти премии в этом каталоге. Успейте взять все по максимуму. А наши лидеры и спонсоры, лидеры и спонсоры, не упускайте возможность донести до ваших консультантов, до ваших менеджеров. Да, и рада, без этого не бывает. И так, поплыли дальше. Так, бонусы необходимы для чего нам? Бонусы нам необходимы для поощрения лидеров, спонсирующих новые 22-процентные группы. Бонусы могут получать абсолютно все, вне зависимости от звания. Главное – выполнить необходимые критерии. Нам обязательно, конечно, есть условия, которые компания нам ставит, да? Бонусы по турборосту могут быть, бонусы за звания могут быть, бонусы, то, что, допустим, дополнительные там, да, то, что какие-то акции компания объявляет. Бонусы начисляется в период квалификации именно на соответствующиеся звания. Вы знаете, когда мы берем звания, уровни. Доллар дорожает, доллар, допустим, поднимается. Но вы знаете, что по курсу доллара нам выплачивается премия. Это, конечно, приятно. Это классно, когда нам по курсу доллара выплачивается. Поэтому нам интересно, когда нам выплачивают премию, чтобы доллар рос. Бонусы. Как только наш консультант достигает уровня 22%, вместе с основной объемной скидкой вы получаете бонусы с продаж, с его персональной группы. Это получается, ребят, что, посмотрите, вот, допустим, если вы 22%, если есть новички, объясняю, 22% – это получается старший менеджер. И в его организации получается, если выстроена таким образом структура организации, это получается, если поднимись 15%, 18%, 22%, у вас немного понятия маркетинг-плана должно быть. Условия для квалификации, допустим, любых бонусов, уровень личных продаж обязательно. Личный объем продаж должен быть, имеется в виду личные баллы-бонусы – 200 баллов. Это если уровень старшего менеджера, ребят, не менее 3000 баллов у вас должно быть отрыв, если под вами уровень 22%. Вы знаете, что большей части по нашей системе работы бывает такое, что отрыв редко у кого есть. Именно вот на то, чтобы, если вы правильно выстраиваете структуру, если вы правильно выстраиваете свою организацию, ребят, вы будете получать всё. Вы ничего терять не будете. Всем добрый вечер, ребят. Да. Матин. И, ребят, обязательно то, что вы выстраиваете, нужно выстраивать правильно. Нужно приглашать и в первую, и в вторую ветку. Это чтобы вы сами не теряли своё начисление. И здесь, смотрите, если, допустим, хотя бы минимальный отрыв должен быть 3000 баллов, чтобы, но когда у вас 3000 баллов минимально, тогда вы получаете частичные премии, да, частичную разницу получаете. Бонусы, допустим, если под вами есть уровень директора, тогда вы получаете 5% от товарооборота, да, от этого товарооборота директора. Если под вами 22%, 5% вы получаете, это и есть пассивный доход, который вы будете получать. Далее вы получаете, если под вами уже, далее, кстати, я это буду объяснять, у нас есть столько бонусов в компании, этих бонусов у нас 6 получается, директорский, золотой, сафировый, бриллиантовый, исполнитель, два же бриллиантовые исполнительные. Далее буду более подробно раскрывать их. Бонусы. И 22% это первое, в первом уровне это главные условия для нас, ребят, это главные условия, чтобы под нами лично 22% группа, если под вами вышло 22%, у вас минимальный отрыв 3000 баллов должно быть, да, максимальный, это то, что, ну, конечно, там уже сколько хотите, 7500 баллов, когда у вас это получается полный отрыв, вы получаете все, вы ничего не теряете. Закрытие новых званий. Мы получаем бонусы. Бонусы, квалификации на конференцию, золотые конференции или менеджерские конференции. Участие в рейтингах, да, вот как сегодня тоже скидывали, кто в каких рейтингах участвует и так далее. И виды бонусов. Какие у нас виды бонусов? Как правильно выстраивать, Юлдус? Правильно выстраивать структуру. Вот если, допустим, вам спонсор помогает строить организацию, конечно, вы сами тоже должны приглашать людей. Вы знаете, какие у нас правила? Это правило 3П. Первое, это вы должны быть потребителем продукции нашей. Если вы сами не будете знать продукцию, тогда, ребят, вы не сможете просто о нем рассказать, вы не сможете предложить, вы не сможете свои отзывы сказать, а это очень важно. Я сразу говорю, обычный магазин меняйте на этот магазин, на шведский магазин. В обычном магазине то, что вы берете, вы берете большей части подделки, большей части просроченного. Вам гарантию за качество продукции никто не дает. Это первое. Очень важный факт. Вы должны обычный магазин поменять на этот магазин. Вы получаете скидки, получаете подарки. Об этом вы знаете, да? И второе, это то, что вы приглашаете людей. Если, конечно, у нас человек сидит и ждет, пока под него людей зарегистрируют, тогда, конечно, ребят, да, вы растете, карьерная лестница, рост, звание, но вы теряете, вы теряете премии, вы теряете бонусы, вы теряете зарплату, вы теряете подарки и так далее. Понимаете, это даже больше обидно. И третье очень важное, то, что вы посещаете вебинарные комнаты. Это очень важно. Вот я смотрю, сколько нас в комнате, почему мало? Вот смотрите, у нас огромная организация. Если каждый с собой пригласит, даже по два человека, нам места не хватит. Нас будет, а здесь в количестве уже 500 человек минимум. Стандартные бонусы. Это бонусы, то, что директорские бонусы 5% мы получаем, так изучайте. Золотой бонус, это 2%. То, что когда вы уже уровнем золотого директора, и вы от второй глубины, вы получаете 2%. Софировый бонус, это когда под вами лично 4 директора, от третьей глубины вы получаете уже 0,5%. Вариантовый бонус вы получаете 0,25%. Исполнительный бонус вы получаете 0,625. Ребята, дорогие мои лидеры, вы не думаете, что это маленькие выплаты. Нет, это очень хорошие выплаты. Мне это, хотя в цифре кажется так, когда у вас огромные организации и товарообороты миллионные, вы знаете, это выплаты просто классные. Вам выгодно, чтобы под вами был директор стабильный, богатый. Почему? Потому что пассивный доход, который пожизненно вам компания будет за него платить, это будут очень и очень хорошие деньги. Я сравнительно всегда говорю, я преподаватель по своей профессии, если, допустим, работая или в школе, я обучила бы, допустим, золотых медалистов, госработа, что бы мне государство за это дало? Что бы мне правительство за это дало? Спасибо, молодец, ты хороший преподаватель, да, грамоту какую-то и все. Что мне дает компания «Эрифленд», что мне дает наш проект? Мне компания «Эрифленд» дает пожизненный пассивный доход. Это то, что если я, допустим, от человека выведу на уровень золотого директора, это, ребята, ой-ой, это какие выплаты, это то, что от организации директорской или золотого директора, но вы получаете не меньше 20 тысяч, 25 тысяч от товарооборота команды, да, есть пассивный доход. Ситуационные бонусы, это, получается, бонусы, вы знаете, там идут уже у нас пример клуба, да, бонусы турбороста, автобонусы. Ребят, вы знаете, если вы делаете, у нас часто спрашивают, на сколько баллов надо делать. Если, допустим, вы делаете 100 баллов, вы знаете, что вы участник, идете каких-то подарков, акции, скидки, да. Если вы делаете 150 баллов, конечно, вы получаете начисление зарплаты. Если вы делаете 250 баллов, тогда, ребята, да, вы получаете еще дополнительные бонусы. Это и есть пример клуба. Это классно, ребята, когда вы получаете дополнительно, понимаете, независимо от команды, за личный оборот компания вам платит, платит еще больше. Да, вы знаете, у нас есть продавцы, а продавцы хорошо зарабатывают, да. Также у нас есть бонусы, вот как раз-таки о турборосте, то, что я говорила, бонус турбороста не упускайте, ребята. Это последний каталог, когда человек может войти в бонусы турбороста. И делайте обязательно отрыв. Автобонусы вы также знаете, что с уровня закрытия звания директора вы будете получать бонусы за машину. Вы можете получать эти деньги, а далее взять ту машину, которую вы хотите, и запрендировать ее. На классной машине будете ездить, запрендированной от компании «Рифлейм». Условия начисления бонусов. Очень важно, с уровня 22%. Личные баллы, 200 баллов личных, это ежекаталожно, чтобы у нас с вами были. И также наличие 22% групп уже, да, под нами. Это зависимость от того, какие мы хотим получать премии. Да, да, Зара, я делаю запись, запись проходит. Так, далее, ребят, смотрите, какие именно бонусы вы хотите получать в зависимости вот от вашей структуры, да. Чем больше у вас отделяется групп, чем больше у вас группа отделяется, тем больше бонусов вы будете получать. Это получается, если, допустим, ну, вы, в принципе, маркетинг-план все знаете, да. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, бриллиантового директора сколько должно быть директоров? У бриллиантового директора сколько директоров должно быть? Шесть. Молодцы. Значит, есть цели-план. У дважды бриллиантового директора сколько? Дважды бриллиантового сколько? Так, тишина такая. Десять групп, десять. Конечно, молодцы. Молодцы, ребята. Вот, смотрите, здесь уже, вот вы видите, допустим, это я. Если в моем первом уровне вы, вы, от меня уже отделяется 22% группы, от первого уровня я получаю 5% от моих директоров, да. 5% получается и от товарооборота. Не менее 3000 баллов у меня должно быть от рыб. Если вы хотите получать золотой бонус, то под вами должно быть 2 золотых, да. Получается вы, ой, то есть под вами должно быть 2 директора и со второй глубины вы получаете золотой бонус. Если вы хотите получать сафировый бонус, то под вами должно быть 4, 22% с уровня старшего менеджера и вы получаете с третьей глубины уже 0,5%. Запоминайте, ребят. Бриллиантовый бонус, это получается у нас, лично под нами должно быть 6, 22% групп. И у вас будет уже начисление 0,25%. Дважды бриллиантовый, это уже 10 групп лично под вами. Групп это значит 10, 22% старших менеджеров или директоров под вами. И вы получаете уже, получается от пятой глубины, да, до пятой глубины мы получаем уже начисление 0,125%. И исполнительный мы получаем уже, конечно, лично под нами должно быть 12 групп или старших менеджеров или директоров. И мы получаем 0,0625%. Это классно, ребят. Это просто супер. Бонусы. Один и тот же бонус никогда не выплачивается дважды. Запомните, если, допустим, это что значит? Если, допустим, в вашей структуре есть человек, который получает тот же бонус, это значит, выплачивается ему, а не вам. Если, допустим, у вас есть золотой директор, значит, бонус золотого получает уже ваш золотой директор. Примерно, допустим, два отделившихся литера под вами, и каждый из которых делает товарооборот. Если товарооборот уже делает 225 тысячи с лишним, но вы знаете, что наш балл сколько стоит? Один балл у нас в среднем стоит от 25-35, да, рублей. Или там 35 рублей, да. И оба ваши вот отделившиеся группы, ребят, получается, вы можете просто умножить, вот как у нас показано, 5% на 225 умножить, это получается 22 тысячи с лишним, да. Вы получаете от одного, да. Вот такие выплаты у нас, чтобы, это нам очень важно, ребята, знать, чтобы вы знали, если, допустим, к вам попадет очень интересный человек или сетевик, чтобы вы могли объяснить, это очень важны для нас бонусы. Какие же бонусы получает лидер? Вот, вот такие, допустим, мы посчитали сколько? Здесь 12, да, это уровень идет у нас здесь в сравнении исполнительного. Значит, мы с вами берем в пример исполнительного директора. Бонусы от первого уровня 5%, от второго уровня 2%, от третьего уровня 0,5%. Каждому из вас желаю взять уровень исполнительного. От четвертого уровня получаем бриллиантовый бонус 0,25% и дважды бриллиантовый бонус 0,25%. Да, я сказала, бриллиантовый и дважды бриллиантовый 0,0% и исполнитель 0,0625. Так, минимальные гарантии, это получается, ребята, это гарантии созданы, чтобы соблюсти справедливую систему вознаграждения за ваш труд. Это исключается, допустим, в ситуации, когда неактивные консультанты, допустим, не обеспечивают, да, 7500 баллов. Это в своей персоналке получают, чтобы не было такое, чтобы получали вознаграждение за вас. Вот, допустим, 7500 баллов и более, это 3000 баллов, это минимальный, да, то, что мы говорим. И, ну, конечно, 7500 баллов должно быть желательно, чтобы у нас был полный отрыв. Бонус, это весь, если, допустим, 3000 баллов, это получается, что мы получаем частично, чтобы такого не было, поэтому нужно брать полный отрыв. Ой, если считать в ширину, получается, Айша, 4, а в глубину получается уже огромное количество. Кстати, вот сейчас вспомнила, ребят, хочу поздравить, в моей команде закрылся золотой директор Абдулмиджидова Атиката Кумовна. Я хочу, чтобы вы бурными аплодисментами поаплодировали. Атикат, я тебя поздравляю, хочу пожелать, чтобы ты не останавливалась на достигнутом. Посмотрите, до конца каталога у нас еще 9 дней, она умничка, молодец. Я знаю, что у нее планы амбициозные, она никогда вслух не говорит, но она тихо-тихо-тихо всегда делает и уверенно идет вперед. Атикат, я тебя поздравляю, очень и очень люблю, я знаю, что ты сильный лидер, ты пример для моей организации. Вот вы такие, Аиша, золотые директора. Если в нашей организации, чем больше у нас лидеров, чем больше наших директоров начинают зарабатывать, я всегда люблю говорить, как Маргарет Эйчер говорит, да? Чем больше богатых людей в моей стране, тем богаче я. Чем больше богатых директоров моей организации, тем богаче я. Поэтому, ребята, для нас, нам очень выгодно, чтобы вы зарабатывали. Нам очень выгодно, чтобы вы росли. Мы не видим свою выгоду. Вы понимаете, тем мне этот бизнес и понравился, что только помогая другим, мы можем помочь себе. Поэтому и вам говорю, дорогие мои, не ищите подводных камней, просто слушайте то, что вам говорит спонсор, наставник. Он знает, что он говорит, потому что у него опыт работы хороший. Просто идите вперед. Так, размер бонуса мы с вами описали, да? Да, директорский бонус, размер минимальной гарантии. Вот видите, мы умножаем 225 тысячи, это товарооборот директора. То, что делается, он умножается на 5%. И это, чтобы определить, да, выплаты, начисления, бриллиантовые бонусы, сафировые бонусы, дважды бриллиантовые бонусы, исполнительные бонусы. Ребята, у нас до хорошей глубины выплачиваются бонусы, поэтому обязательно нужно выстраивать глубину. Глубина для нас очень важна. Не думайте, что он у вас там, где-то в глубине, не важно. Надо знать своих людей в лицо, надо знать своих лидеров и генералов в лицо. Нужно знать их до глубины. Это классно, когда вы знаете своих людей и ваши лидеры знают вас. Правила минимально гарантированной выплаты. Вашему спонсору гарантирована выплата. Если, вот смотрите, ваш вышестоящий спонсор или вы, давайте возьмем вас, пример, под вами 7 тысяч баллов, да, это получается минимально, вы знаете, не меньше 3 тысячи баллов. И 5% вы получаете от этого товарооборота, вот, получаете из группы, 5% умножается на товарооборот директора и равняется 12 тысяч рублей. Получается своей персоналке и объем продаж умножается на 5%. Если 210 тысяч товарооборот, умножая на 5%, равно 10 тысяч 500 рублей. То есть на 750 рублей меньше, да, чем там. И обеспечение гарантированного дохода дает именно сигнал к росту структуры в ширину. Ширина, глубина, ширина, глубина. Вы знаете, ребята, что у нас рост должен быть правильный, да, расти мы должны в ширину и глубину, это очень важно. Как юбка раскишенная, представьте себе, юбочку нашу. Так, принцип расчета бонусов. Три легких шага для расчета бонуса. Определите группы, с которыми лидер может получать бонусы. Это вы уже для себя определяете, ребят, это вы для себя подчитываете, да. Если вы хотите, если вы любите, у нас есть и бухгалтера в организации, да, которые любят подсчитывать, читать, любят именно счет в цифрах. Подсчитывайте суммарно объем продаж и рассчитывайте бонусы. Учитывайте правила минимально гарантированных выплат. Вы знаете, что меньше 3000 баллов, если у вас будет отрыв от основной ветки, это значит, если под вами 7500 баллов есть директорская команда, значит, вы будете терять хорошую сумму. Ни в коем случае старайтесь не терять. Нарисуйте структуру из 22% групп, четко по уровням для себя, садитесь сегодня и начинайте чертить. Нет 22% значит у вас цель должна быть, план должен быть, чтобы было. Я уже посчитала свои зарплаты, Рашидат, умничка. Четко и уверенно. А, спасибо, ребят, спасибо. Я думала, у вас вопросы. А где ваши вопросы? Так, посмотреть обязательно личный товар-работ должен быть 200 баллов. Вы это знаете. Определите, какие бонусы имеет право получить лидер. Посмотрите, вот 22% сколько, да. Определите группу, из которых вы будете получать данный бонус. Вы можете это посчитать. Кстати, ребят, если это, допустим, для вас очень интересно, вот когда приезжает к нам КАМ, когда мы обучаемся, когда мы подсчитываем, да, вы можете задавать вопросы или можете просто созвониться. И также, вы знаете, у нас в скайп-чатах есть, как бы, КАМ, да, и вы там можете задавать вопросы. Знать баллы и объем продаж всех персональных групп, имеется в виду под вами, которые подсчитываете, какой товар-оборот, допустим, делает ваша персональная группа, сколько делает отделившийся от вас. И это все можете подсчитывать. Определите группу, которая обеспечивает вам минимальные, допустим, выплаты, гарантированные выплаты для вышестоящего лидера каждого из бонусов. Так, поехали дальше. 5% это стимул для создания и развития директоров в первом уровне. Да, конечно. Минимальное количество групп для получения бонуса 1, 22% группа и от 3 в 3 тысячи баллов. Это минимум, то, что я сказала. Стимулирует развитие лидерства. Рассчитывается с 22% групп и минимально гарантированные выплаты. Это уже получатель бонусов. Ребята, в принципе, если работаете, тем более по нашей системе и в нашем проекте, сильном проекте, да, вы знаете, что у нас бренды раскручены. Буквально сегодня на днях говорилось с человеком, и она отзывалась тем, что мы просто в интернете кипим, да. И у людей, естественно, раз наш проект кипит, у человека вопросы, а что за проект у вас, что у вас там такого интересного, чем вы занимаетесь. Вы сами бонус, да, выплаты директорские 5%. Мы рассматриваем объем продаж и почитываем. Бонус золотой 22%. Это лидер, если в первом уровне 1, допустим, 1, 22% группа. Бонус афировый, это от второго уровня, и получается, если, в принципе, под вами 4, 22% групп, и бонус бриллиантового, понятно, это от третьего уровня, это получается, нет, четвертого уровня, и получается, третьего, почему написано, и под вами 6, 22% групп. Давайте рассмотрим вот такой пример, допустим, да, начисляет всех 22% групп под вами, начиная с групп первого уровня, включая, вот, допустим, потенциал получателя, такого же бонуса, да, полный. Вот смотрите, 7500 баллов. И здесь давайте дальше посмотрим. Вот, допустим, вы, вот, сейчас подождите, может, у меня получится начертить. Вот, допустим, вы, вот вы, вот, вот этого не сделал личный товарооборот, да, ребят, а здесь вот у вас 22%, у него есть, допустим, он сделал отрыв, и у вас 1,22% вашим, и ваши баллы не менее 3000 баллов, да. И вот смотрите, вышестоящий спонсор, вот тут и получается, что если у него нет отрыв, нет отрыва, он вот тут, да, он не получает, он не получает премии. У него нет отрыва 3000 баллов. И здесь также, да, внизу, и вот наверху. Здесь получается, отрыв есть, здесь он получает частично, а здесь он не получает. Так, здесь давайте тоже рассмотрим, здесь тоже получается, объем продаж, допустим, 7500 баллов, умножаем здесь на 5%. Равно здесь уже подсчитывая, получается, что мы получаем здесь бонус от объема продаж, они, конечно, если у вас отрыв, и не менее чем 7500 баллов. Здесь мы получаем полный бонус, если у нас есть с вами отрыв. Это очень важно, да, ребят, если у вас отрыва нет, тогда у нас с вами выплат не будет полных. Вот давайте рассмотрим здесь, допустим. Вот первый, под ним есть 8000 баллов, да. Мы здесь получаем от него бонус, ребят. Мы здесь бонус получаем, да, если у нас есть отрыв. Здесь 8000 баллов получается, 7500, потом 8000 баллов, здесь 10000 баллов. От самый последний, если под ним, допустим, нет отрыва, да, он не получает. Если под ним есть отрыв, вот, допустим, нет персональной группы, тогда он не получает. Если есть, тогда он получит. Очень важно, вот кто сталкивался, он знает, какие деньги человек теряет. Это, знаете, я говорю, как король без королевства. Вроде бы есть уровень звания, но нет премии и выплат. Здесь, в принципе, вот то же самое, да, что я до этого объясняла. Вот здесь, смотрите, ребят, тоже, вот у человека, вот высшедающего спонсора, 500 баллов нет отрыва, здесь получается 1000 баллов, здесь у третьего получается уже 2900 баллов, тоже не получает, да, отрыва нет. И здесь получается, вот если бы у него было 3000 баллов, хотя бы отрыв, он бы получал премию, да, а здесь получается у нас 10000 групповых баллов. Здесь он в начислении уже должен получать, так как 10000 баллов и отрыв. Так, здесь тоже вот частично, да, частично 3500 баллов и 7000 баллов отрыва. Если 3500, да, он получает частично, а если 7500 баллов, тогда он получает полную премию. Отрыва это получается, когда, допустим, под тобой есть уровень директора, вот как вот этот, видишь, вот как вот этот пример, вот идешь ты, и под тобой есть 22%. 22% это получается уровень старшего менеджера, это когда человек под тобой делает товарооборот 250 с лишним тысяч уровень директора. Золотой бонус, вот он, ребят, золотой бонус, когда под вами два директора, и вы получаете от второй глубины, получаете премию бонус 2%, это уже золотой бонус получаете. Здесь очень важно лично делать 200 баллов с уровня 22%, это очень важно. Не менее двух 22% групп лично под вами. Наличие, вот смотрите, ребят, знаете, да, на уровне золотого директора, если, допустим, нет третьей ветки, вы получать будете пассивный доход. Опять-таки, если не будет у вас минимального даже 3000 баллов отрыв, вы будете терять от персоналки начисление. Не теряйте, берите все по максимуму. И поэтому гарантированные выплаты, да, только в том случае, если у вас есть 7500 баллов. Ребят, есть у вас вопросы по этому? Или информация сложная, или вы знаете маркетинг-план, все вам понятно? Есть вопросы? Информация сложная, надо, знаешь, в принципе, Айша, она не сложная, когда ты уже, у тебя понятие общее есть, когда ты понимаешь, что минимально это 3000 баллов, от персоналки вы получаете хорошее начисление, если у вас персоналка, у вас есть ли, вне зависимости от того, сколько под вами идут 22% групп, если у вас от них, от основных групп, есть 7500 баллов отрыв, от персоналки вы получаете хорошее начисление. А так вы получаете пожизненно пассивный доход от своих директоров. Вроде бы, знаете, ребят, пару раз прослушайте, ничего трудного нет, абсолютно. Вот давайте порядок действий в расчете бонусов. Структура 22% групп, понятно, личный объем, понятно, да? Определите, какие бонусы имеет право получить лидер, вот это тоже понятно. Определите группы, с которыми вы будете получать данный бонус, почитать, если вы сами почитаете. Так, вопрос какой, Рашидат? Если 8 каталогов подряд, ты директор 7500, но 500 не, ну, отрыва нет. Подожди, Рашидат, вопрос тут по-другому. Смотри, если ты просто старший менеджер, ты директор, если у тебя 7500 баллов отрыв, тогда ты будешь получать. Если у тебя нет отрыва, ты не будешь получать. И на автобонус тебе нужно обязательно за каталог новые 13 человек, которые сделают по 10 баллов. Тогда ты будешь получать дополнительно к твоим деньгам 9000 начисления. Да, смотри, Хадижа, от 15% объяснить именно что? Объяснить начисление? Так, давайте тогда. Ну, это, знаешь, эта тема немного другая, там уже 15%, далее 18-22. Это, в принципе, другая тема, мы ее будем раскрывать. Не переживайте, если у тебя есть вопросы, ты задавай тоже спонсору. В принципе, маркетинг-план, он есть, изучайте его, ребят, хорошо? Изучайте обязательно. 15% это 3000 баллов получается. Определить группу, которая обеспечивает вам минимальные выплаты для высшестоящего лидера и каждый бонус. Но это все нужно, конечно, если, допустим, вам что-то непонятно, это все нужно и обязательно обговаривать и с скамом. Это уже минимальные выплаты, если, допустим, 3500 баллов, да, гарантированные выплаты, если у вас минимальные выплаты, если делаете, если полные выплаты, это 7500 баллов. Ребят, у вас есть вопросы ко мне? Смотри, Загра, наша работа, наша работа, в зависимости, вот смотрите, я всегда говорю, определенную работу я свою проделала, да. Если на сегодняшний день я буду просто поддерживать свой уровень и статус, я буду получать гарантированные выплаты не меньше, чем 60-70 тысяч пассивного дохода. Но скажите, разве это плохо? Каждые 3 недели. Это за ту работу, то, что я в свое время проделала. Но знаете, ребят, когда трое детей, семья, дом, когда у вас есть цели, планы, вы на этом не останавливаетесь. Спасибо, родные мои. Я очень люблю ситуационные бонусы. Когда нам компания дает и объявляет такие акции, ребят, не упускайте, у нас были такие акции с квартирой, когда нам платили 18 тысяч, мы очень надеемся, что они к нам вернутся. Они просто классные бонусы были, да? И выплаты за квартиру были. Сейчас выплаты, то, что мы получаем за машину, это получается у нас дополнительные 9 тысяч. Каждый из вас, кто на уровне директора, в закрытом звании директора, не теряйте такую возможность. Эти условия очень легко выполнять, ребят. В соотношении к прошлому году, если у вас есть прирост 500 баллов, 900 баллов, да, вам компания делает начисления. Вы получаете автомобильные бонусы, дополнительно к своей зарплате 9 тысяч. Это просто классные выплаты. Представьте, вы получаете, кстати, на уровне директора, у меня есть разные директора, которые зарабатывают 20 тысяч, есть директора, которые зарабатывают 40 тысяч. Смотрите, это зависит от работы, от проделанной работы с вами. Если вы регистрируете, допустим, вы тяжело приводите людей, тогда, конечно, идет глубина, и получается, что ширина идет слабо, тогда выплаты меньше. А правильно выстроенная структура под вами должна быть и 6%, и 9%, и 12%, и 15%, и 18%, и 22%. Должно быть все. Тогда у вас будет и правильно выстроенная структура, тогда у вас будут и премии выплаты хорошие. Вот то, что как раз-таки про автобонусы я говорила. Текущий каталог аналогично прошлому, да, здесь вот, если, допустим, прирост 500 баллов, вам будут дополнительно платить 3 тысячи. Если, допустим, 1000 баллов, вам будет платить 6 тысячи. Если 1500, тогда 9 тысячи. Поэтому, ребят, это не трудно, это то, что мы делаем абсолютно простые действия каждый день, да, просто системно каждый день двигаться, и у вас все обязательно будет платно. Удачи и побольше бонусов всем нам. Ребята, какие вопросы у вас ко мне? Арифлы мечты сбываются, это действительно, правда, это не просто слова, это точно, ребят. просто сядьте и напишите свои мечты, напишите, находите тех людей, которые хотят зарабатывать, находите тех людей, которым нужны деньги, находите тех матерей, которые очень любят своих детей. Вам спасибо, родные мои. Я хочу вам пожелать хороших выплат, я хочу вам пожелать хорошего закрытия каталога, я хочу вам пожелать сильных лидеров в вашу организацию. Я хочу вам пожелать таких лидеров, которые бегут переди вас. Как определить лидера? Объясните вам, ребята. Он бежит переди паровоза, он задает много-много-много вопросов, он достает вас днем и ночью, он не ждет, пока вы ему позвоните, он сам вас будет доставать, он сам будет вам звонить, сам будет задавать вопросы. Поэтому ищите, ищите, пока не найдете таких людей. И все у вас будет классно. Спасибо вам огромное. С вами была Шавлухова Хадежат. Всем хороших выплат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok